приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы зрители нашего поколения наверняка помнят прекрасные 90 но для меня они были прекрасные помимо какой-то свободы которую мы получили в эти годы какого-то возвышенного настроения такого приподнятого еще 90 отличились входом на рынок снг определенных спиртных напитков все наверно помнят спид спирт рояль который появился в наших магазинах и мы не знали что с ним делать водку киглевич и также все помнят наверняка итальянский ликер а моретто те бутылки которые в 90-е годы заполонили полки наших ларьков ну навряд ли были настоящим итальянским ликером а моретто а пили ну по крайней мере я его в то время пил настолько в больших количествах что он мне на какое-то время опротивил потом прошли годы а моретто остался так сказать для меня вкусом 90-х я попал несколько раз в италию попробовал настоящий а моретто и понял что этот напиток достоин так сказать достоин того чтобы его иногда употреблять в небольших количествах так вот друзья сегодня хочу воспроизвести вместе с вами копию этого ликера я перепробовал несколько вариантов несколько рецептов и вот тот рецепт который я вам предлагаю он мне показался наиболее наиболее оптимальным наиболее похожим на настоящая моретто конечно это всего лишь клон это всего лишь копия но с максимально похожими вкусовыми качествами для приготовления ликера крепостью 40 градусов я буду использовать питьевой спирт но это моего приготовления спирт я его специально для удобства расчетов разбавил до спиртуозности 80 процентов я буду готовить 2 литра ликера в описании видео я разместил рецепт по приготовлению ликера спиртуозностью 35 градусов из обычной водки рецепт рассчитан на пол литр пол литровую бутылку водки вот поэтому если у вас нету такого спирта то можете просто приготовить себе ликер из водки единственное что он будет менее менее крепким он будет спиртуозностью 35 процентов мой же ликер будет спиртуозностью 40 процентов для приготовления нам понадобится литр 80 процентного спирта и добавлю туда литр сахарного сиропа сейчас вкратце расскажу о ингредиентах которые мы будем использовать но перед этим я хотел бы порекомендовать вам зрители канал моего коллеги игоря преступы игорь на сегодняшний день инженер технолог мясного производства ведет свой youtube канал и на нем готовит вернее на своем канале он показывает рецепты очень интересных мясных блюд также последнее время игорь начал увлекаться сыроделием и очень и очень хорошо воспроизводит рецепты сыров но в общем он мне нравится и вот мы с ним договорились таким образом я хочу ему помочь и поэтому рекламирую его канал то есть это не платная реклама не за деньги а просто вот мне нравится как человек делает мне кстати он мне очень много советует всего по мясным делам по колбасным делам поэтому я рекомендую его канал украиноязычный поэтому будет особо интересным зрителям из украины и так для приготовления копии аморайта я уже как говорил нам понадобится литр 80 процентного спирта 600 грамм сахара дальше такой интересный ингредиент это косточки абрикоса то есть их можно либо наколоть самостоятельно либо они продаются на рынках в отделах сухофруктов ну вот мы не кололи косточки абрикоса купили их на рынке без них конечно можно обойтись но вот в них этот миндальный особый он даже не миндальный вкус и аромат вот именно аромат косточки абрикоса он очень присущ этому ликеру далее нам понадобятся миндальные зернышки несколько цветочков гвоздики несколько горошин душистого перца растворимый кофе не смейтесь да да растворимый кофе ванильный сахар и немножко молотой корицы в первую очередь я сделаю две вещи миндаль для того чтобы почистить я залью кипятком с помощью литровой банки отмеряю литр восьмидесяти процентного спирта и перевели перелив двухлитровую емкость двухлитровую баночку здесь же в этой банке в литровой приготовлю сразу же сахарный сироп чтобы сахар хорошо растворился сейчас попробую его горячей водой залить очень надеюсь что у меня банка не лопнет буду это делать вот так вот по чуть-чуть ну в общем из 600 грамм сахара но это с учетом того что мы готовим 2 литра напитка 600 грамм сахара на 2 литра напитка готовим сахарный сироп запаренный миндаль очищу от кожицы надо брать ножик так его чистить достаточно сложно вы видите кожица очищается и после этого обжарю на сковородке до золотистого цвета на сковородке естественно без масла обжариваю вот таким вот образом немножко подрумянил миндаль берем баночку с сиропом в котором будет настаиваться наша марета отправляем сюда миндаль отправляем сюда косточку гвоздичку душистый перец растворимый кофе ванильный сахар корицу и получаем вкусняк заливаем все это дело спиртом и оставляем друзья она уже кстати пахнет достаточно пристойно и оставляем все это дело настаиваться на 30 дней раз в недельку хорошо было бы про аэрировать если есть компрессор если нет то хотя бы хорошенько взболтать но через 30 дней друзья мы процедим и попробуем наша марета не забудьте зайти на канал к игорю приступе ссылку оставлю в описании этого ролика и до встречи через 30 дней через 30 дней марета имеет вот такой вот вид как видите цвет изменился кардинально я бы сказал радикально теперь его надо процедить я буду использовать обычную воронку с ваткой задавали как-то вопрос можно ли процедить через фильтр кувшинного типа нет нельзя почему нельзя потому что сладкие растворы сразу же забивают этот фильтр я один раз по незнанию попробовал процеживать какую-то ну какой-то ликер сладенький и буквально пол литра и фильтр был полностью испорчен то есть он забивается сахаром и потом перестает вообще его не промыть ничего остается только выбросить конечно через ватку промывка занимает достаточно большое количество времени ну друзья я сейчас просажу его и подготовил сразу же бутылочку с этикеткой шаблон пустой этикетки можете скачать по ссылке которая будет в описании видео эти этикетки я взял на канале счастливчика он его выложу он их выложил в свободный доступ я его немножко переделал ее немножко переделал теперь китае покупаю крафтовую бумагу и печатаю вот такие красивые этикетки тут фотошопе можно написать все что угодно аборета там ликер ром виски ну и я пишу домашняя винокурня первоченко вы можете писать любое свое название процеживаем амарета друзья амарета процедился и готов к употреблению давайте попробуем что у нас получилось тягучая жидкость очень с таким ярким характерным ароматом я ее еще только разливал он пахнет реально качественно ой это она вкусняка реально вкуснотища ликер получился очень правильный по вкусу но по крайней мере амарета я не пил конечно с далеких 90 давно очень не пил в 90-х пил его много покупал постоянно но наверно все люди моего поколения не минули этого все покупали амарета когда он в снг продавался просто в каждом ларьке в огромном количестве там 10-15 видов друзья ликер получился очень вкусный с очень приятным ароматом такой вот очень тонкий вкус классная по послевкусие миндальная ну по-моему то что надо я боялся что растворимый кофе немножко будет чувствоваться вот запах растворить вернее не запах от куст растворимого кофе вообще не чувствуется именно именно вот амарета получился по крайней мере я его так помню ваше здоровье дорогие друзья с удовольствием представляем вам рецепт домашнего амарета попробуйте приготовить штука очень вкусная вам понравится ну по крайней мере мне нравится я думаю что на новогоднем столе на нашем будет хорошим хорошим так сказать одним из вариантов спиртных напитков друзья если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях если нет вопросов просто пишите что-нибудь в комментариях давайте пообщаемся ну и конечно же подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы готовим для основы интересные рецепты всего доброго пока